Следующие две недели будут очень насыщенными как для Марин Лепен, так и для Эммануэля Макрона. Лидер ультраправых Марин Лепен будет стремиться закрепить успех, достигнутый в первом туре голосования. Лепен участвует в своей третьей президентской гонке и, согласно опросам, еще никогда не была так близка к победе. В свою очередь, действующий глава государства Эммануэль Макрон уже заявил, что не пожалеет усилий, чтобы убедить избирателей левого и правого толка объединиться вокруг его программы с целью не допустить к власти ультраправых на пятилетний срок. В том, что во второй тур выйдут именно Лепен и Макрон, сомнений не было. Но в целом результаты голосования в первом туре для Франции стали неожиданными, особенно для традиционных политических партий, представители которых практически сошли с политической сцены. Республиканцы и социалисты вместе получили менее 7% голосов избирателей. В течение следующих нескольких недель они, вероятно, проведут работу над ошибками и займутся созданием новой программы, которая нашла бы отклик у французов. Что касается активности избирателей. Предполагалось, что число граждан, не пришедших на участки для голосования, на этот раз будет рекордно высоким. Однако в минувшее воскресенье явка составила почти 74%. Аналитики полагают, что через две недели во втором туре президентских выборов стоит ожидать такие же цифры.